Это утро в Петербурге. Мы рады приветствовать всех, кто встречает этот день вместе с нами на часах 8-14 на календаре 1 ноября. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II отмечает сегодня свой 250-летний юбилей. ВУЗ приготовил подарок своей основательнице. Какой именно? Юля Чеснокова расскажет нам прямо сейчас. Она выходит с нами на прямую связь. Юля, доброе-доброе тебе утро. Юля, привет. Передаем слово. Доброе утро, друзья. Да, 250 лет. На самом деле, это, конечно же, солидный юбилей. И не только императрице, но и себе самому горный университет приготовил масштабный, я бы сказала, монументальный подарок. Вот вы сейчас все можете наблюдать. Великолепная и величественная императрица Екатерина II. Кажется, словно она золотая, но нет. Это, конечно же, бронза. А вот значение императрицы для горного университета трудно. Недооценить, да, и нам расскажут все об этом, как связаны, собственно, университет и Екатерина II. Директор горного музея Михаил Шабалов. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Действительно, значение Екатерины для нас очень велико. Она была нашей основательницей. Но, понятное дело, что если бы она была только ее основательницей, нам бы в этом году не присвоили звание, название императрицы Екатерины II горного университета. Она нам очень много участвовала в жизни университета. И неспроста она стоит на Малахитовом подиуме, потому что один из первых ее даров нашему университету был как раз глыба Малахита уникальная с Урала весом полторы тонны. Ваш самый знаменитый экспонат. Да, да, такой уникальный совершенно, потому что больше такого в мире не найти. По легендам говорят, конечно, что это чуть ли не вопочивание императрицы он хранился, но нет, конечно же, это был ее презент, который потом она презентовала тоже вам, горному университету. А правда ли, что самая просвещенная императрица России и сама посещала эти стены, чтобы узнать особенности некоторых профессий? У нас в коллекции существует экспонат, который она передала нам, связанный с модернизацией ланецких заводов и производств. Шотландский инженер Чарльз Гаскоин показывал императрице на примере этой модели, как работала технология, связанная с автоматизацией движения цилиндрических мехов на производстве. После внедрения этой технологии выработка стали на ланецких заводах выросла в шесть раз, и императрица сама пользовалась этой моделью, и она теперь находится в наших стенах. Удивительно, и вот здесь на свитке также мы можем увидеть цитаты Екатерины Второй, например, «Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным». Тут уж, друзья, не поспоришь, золотые слова, выбитые на бронзе. На самом деле интерес представляет не только памятник, я думаю, вы успели разглядеть его, он прекрасно украшен, богатыми украшениями, но и сама карта, на фоне которой стоит императрица. Это ее страна, это наша страна, это Российская империя. Но из чего она выполнена? Она выполнена из разного рода минерального сырья, камня самоцветного, и сама карта по себе имеет определенное историческое значение. Это второй официальный атлас Российской империи, сделанный в 1792 году нашим преподавателем высшей математики в горном училище Александром Вильбрихтом. И изначально существует книжка большая такая, российский атлас, она находится в нашей главной библиотеке, который был издан при горном училище. Ну, красота неимоверная, но давайте, наверное, подскажем, а что за минерал конкретно используется? Ведь у вас можно запутаться в количестве минералов. Это правда, здесь достаточно большое количество разных примеров. Ну, вот, например, светло-коричневое вот это вот исполнение, это вот Аушкульская яшман, например. И еще раз, действительно, очень много разных минералов. Фееричные, друзья, у нас сегодня была редкая возможность целиться, зреть все это в прямом эфире канала Санкт-Петербург. Это «Утро в Петербурге», и мы продолжаем. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо твоему собеседнику.